Стихийных свалок становится больше. Об этом заявили краевые власти на губернаторском совете. Глава региона Александр Ус обсудил с руководителями муниципалитетов проблемы мусорной реформы и сказал, что они лично теперь будут отвечать за ликвидацию таких свалок. Подробнее в большом репортаже наших краевых коллег. Я надеюсь, что сегодняшний разговор будет не разговором по принципу плача Ярославны известного, а действительно разговор конструктивный, понятный, с конкретными предложениями о том, как мы должны двигаться дальше. Губернатор говорит, много шишек пришлось набить, чтобы мусорная реформа в крае заработала. Она стартовала с января этого года и в целом ситуация нормальная лишь в Красноярске. А вот некоторые территории до сих пор вызывают головную боль. К примеру, север края остается без рек оператора. Эта проблема наряду с отсутствием доступных технологий для северов самая острая. В настоящее время единственным решением по развитию инфраструктуры в северных территориях представляется поставка современных мусоросжигательных комплексов. Кроме того, многих жителей, уверяют главы муниципалитетов, не устраивает тариф за вывоз отходов. К слову, Минусинский, он один из самых высоких в регионе, в три раза больше, чем в других городах. Местные власти делают всё, чтобы снизить расценки. У нас один из немногих действующих полигонов по приёму и захоронению мусора. Это муниципальный полигон. Сейчас подаются документы в Министерство тарифной политики. И тариф для приёма мусора от полигона уменьшится почти на 130 рублей. Что это солидарно должно сказаться на населении. А ещё во многих сёлах по-прежнему отсутствуют контейнеры. Жители не хотят приобретать их за свой счёт. У муниципалитетов, которые по закону обязаны обустроить площадки и закупить мусорные баки, в бюджете на это средств не хватает. Вот и получается замкнутый круг. Между тем, по словам краевых властей, число несанкционированных свалок продолжает расти. Их уже более 600. Александр Ус сегодня жёстко заявил, что горы стихийного мусора нужно срочно ликвидировать. И спрашивать будет с каждого муниципалитета. Главы муниципальных образований, вам придётся за это отвечать. Лично вам. И если у вас нет информации, кто-то туда чего-то возит, ну значит, это ваша зона ответственности со всеми вытекающими отсюда последствиями. По мнению красноярских общественников, стихийные свалки должны убирать и региональные операторы. Вот задача регионального оператора, их для того у нас и выбирали, это выявить свалку, если она у нас появилась, предложить собственнику участка её устранить. Если он этого не сделает, то устранить свалку самостоятельно, а собственнику земельного участка выставить счёт за проведённую работу. Если региональный оператор не способен этой функцией заниматься, ну возможно, ему стоит заняться чем-нибудь другим. Главная цель реформы – очистить край от мусора и свалок, чтобы улучшить экологическую обстановку. В планах краевых властей оборудовать более 8 тысяч контейнерных площадок, закупить 35 тысяч мусорных баков, построить полигоны в Мотегинском и Богучанском районах, приобрести мусоросжигательные комплексы для Туруханской и Венки. Екатерина Павленко, Алексей Гусев, Енисей Новости. Продолжение следует...